Восемь вечера в Украине. На Интере. Время подводить итоги. Сегодняшний день в материалах корреспондентов подробностей. В студии с вами я, Екатерина Лысенко. И смотрите в выпуске. Режиссура преступления. Как уничтожали редакцию подробностей видеоскабернаблюдения. Бойцы на передовой. Кто подставил 30-ю бригаду, обвинив в нападении на телеканал? Рецепт президента. Глава государства объяснил, какой парламент нужен стране. Второй день после теракта в нашем офисе. И только сегодня у нас появились криминалисты. Проработали до обеда и распрощались до завтра. И дирекция, и журналисты опасаются, что расследование может быть необъективным и политизированным. И у нас есть на то причины. Ведь еще до начала работы следователей, ближайшее окружение главы МВД Авакова, Лиза Официальная, публично озвучили несколько буквально фантастических обвинений в адрес сотрудников новостей. Продолжит Руслан Смещук. Что это было? Это была провокация. Это была провокация сзовне. Это была провокация, скажем так, которую я не выключаю, могли и сами представники Интера организовать. Будь какая версия может сегодня рассматриваться. Естественно, после этого возникают вопросы, а объективным ли будет следствие? А действительно ли следователи будут заинтересованы в том, чтобы разобраться на самом деле, кто за этим стоит? Мы вчера целый день, в 7 часов утра просили Министерство внутренних дел приехать к нам и забрать вещественные доказательства, которые не были изъяты в день пожара. Хотя работала следственная группа. Второй советник Арсена Авакова Антон Герасченко вскоре написал в Фейсбуке, что сотрудники Интера якобы специально не передают полиции видео с камер наблюдения и своих мобильных гаджетов. Хотя все видео было под протокол отдано следователям. Господин Герасченко, я официально обращаюсь к вам. Будьте любезны, у вас есть депутатские права приехать и посмотреть, ну я так понимаю, что оно существует, приехать в следственное управление, поднять протокол осмотра места происшествия. И там написано, изъяли такие-то, такие-то сервера, изымали с комнаты охраны. А еще один человек Арсена Авакова, Илья Кива, в момент атаки находился на месте происшествия. Его зафиксировали на видео журналисты. Илья Кива раздает приказы стоящим рядом людям в форме. Коллектив канала все же надеется, что правоохранители, не обращая внимания на явную политизированность и давление на СМИ, все же смогут провести честное и объективное расследование. Руслан Смещук, Андрей Костюк, подробности, телеканал Интер. Сегодня же, после того, как получили добро от криминалистов на проведение ремонта, руководство нашей службы создало комиссию для определения фронта работ. И вот, что было обнаружено во время обследования здания. Вы что снимаете? Мы смотрели здания. Мы шли внизу. Это нормы уже облазили. Это уже? А сюда? Нормально, уже почти все. Аккуратно. Архипакты, которые ставили наши налетчики. Вот сюда они типа... Нет, я знаю, я тут смотрю. Так а что вы нашли? Ну, вот похоже на сервера. Оно тут должно лежать или что? Нет, оно не должно. Так по оборудованию, насколько... Так оно пустое. Жаль. Ну, это похоже на то, что видео сервера, что эти стояли. Судя по выходу... Это которые... Которые недостающие, которые... Да, да. Так у нас же изымали там все позабирали, нет? Два у нас изъяли. Ага. Все честно. А эти похожи на те, которые тоже там когда-то стояли. Да ну, это что-то старое, блин, старинное. Я вам предлагаю... До стола, вот и снимаешь, да? С камерой вы молодцы, что придумали. Давайте, знаете что, перчаточки. Женя, ты возьми перчатки. Сними. Если... Ну, блин, опечатки пальцев, ну зачем? Куда? Возьми перчатки, давай посмотрим. Здравствуйте, вы видите? Так, аккуратно. Сейчас возьми перчатки. Слава, расскажи, пожалуйста, что вы были раскатываны, да? А, ну, оказывается, раскатываешь. Нет, в камеру вы молодцы придумали. Это вы плавали. Не, ну просто... Не, ну если это... Чтобы потом не сказали, что... Ну да, да. Да надо было мне сказать, что вы нашли сервера. Ну, это точно сервера, да? Это сервера точно похоже. Ну, вот видишь, даже жесткие диски лежат. Ну, вот два штуки. Прочаски есть? Есть. Жен, давай. Прикорай. Они тяжелые, нет? Да, я не знаю, Жен. Чего ты их знаешь? Тут, подцвети, Жен. Подцвети. Давай, подойдем. Каски здесь нашел, когда двери ломали. У нас такие стояли на видеонаблюдении, это точно. Ну, такого типа, то есть. Они не в фолье, они в этом... Похоже, порошок оттокнетушительный. Такое, не тушлят, друзья. Реально. Ни***. Так, это один. Поковыряйте. Второй, вроде, тоже есть. Слушай, оно не горело, я смотри. Правильно говорил, потому что они выкрутили еще. Еще винт. А сюда света можно щекать? Да. Это, слышишь, это... То, что мы в эфире позавчера начали говорить, да? Приедьте, пособирайте вещественные доказательства. Приедьте, пособирайте вещественные доказательства. Сегодня двое суток проходит, приезжает за вертой. Ну, это точно подведет на тучу. Женя, вот-вот, вот, под камер. Ну, давай, забирай тогда наверх. Забирай. А ты не обмасывай их. Ты обрепливаешь, как женщина. Ну, надо аккуратненько. А есть... Поднимаешь сам, да? Я не думаю, что мои матюки для кого-то секрет. Так, смотри, Женя. Женя, я знаю. Женя, послал. Попытайтесь снять с ней телефон. Есть ли это сервера? Не, ну это сервера точно. Да? Да. Только, значит, смотри, в резиновые перчатки 100 кудового обязательно. Хирургические ты снимай какой-нибудь. Я тебя убью сейчас, блин. Матюки мои снимаешь. Короче, ты понимаешь, да? Берешь, пробуешь что-то делать с ними. Так, надо в полицию позвонить, кстати. Ну, да. Попробуй снять информацию и отдадим. Отдадим. Да я тебе молю. Пока не приедут, блин, пройдет еще 10 тысяч. Не, давай, знаешь как, давай мы попытаемся снять. Если у нас быстренько получается все это снять. На обнаруженных жестких дисках находится информация с камер видеонаблюдения, которая позволяет восстановить некоторые детали террористического акта. Прояснить события этого дня позволяют и записи, сделанные нашими сотрудниками на свои телефоны. Все это мы предлагаем вашему вниманию. Начало этой ситуации. Камера внешнего наблюдения возле центрального входа. Сейчас мы видим, как нападавшие поджигатели заходят внутрь телеканала. Это вестибюль. Вот нападавшие заходят внутрь. Используют противоохранный кислотный огнетушитель, таким образом подавляя сопротивление. Первый этаж, коридор по направлению к входу в кабинет директора. Вот сотрудники телеканала увидели нападавших. Пытаются понять ситуацию. Против них используют огнетушитель. Все очень сильно задымлено. Это дезориентирует. Четверо нападавших ходят в кадр. У них у всех маски. И они сеют панику, крича пожар, спасайтесь. В верхний левый угол мы видим, как трое нападавших, которые позже будут блокировать центральный вход, заходят внутрь. Центральный холл нападавшие сейчас выталкивают сотрудника телекомпании, сотрудницу телекомпании на улице. Все сильно задымлено, это дезориентирует. Опять кабинет директора. Противоохранника использует огнетушитель. Дышать там практически нечем. Центральный вход. Вы видите людей, которые держат дверь. А это подход группы прикрытия, так называемой группы демонстрантов. Их задача состояла в отвлечении внимания от действий поджигателей. Действий второй группы, которая первой проникла на территорию телекомпании. Вы видите два черных джипа. Это автомобили представителей топ-менеджмента компании. Вот рядом водитель, который надышался газом, но все же сумел выйти и перепарковать автомобили, чтобы их не разбили. В это же время группа прикрытия, так называемая группа демонстрантов, начинает разворачивать транспаранты. Вот здесь вы видите, как нападавшие, которые блокируют двери, запускают своих подельников. И в то же время не дают пройти охраннику телеканала, который пытается деблокировать вход, чтобы вывести людей. Вот тут сотрудницу выталкивают из помещения. Активно нападавшие используют баллончик. Вот как вы видите, газовый баллон. И закрывают вход. Закрывают и держат. Первый этаж. Кабинет директора. Дышать практически нечем. Сотрудники дезориентированы. В это время один из сотрудников, вот он сейчас убежал, получает приказ идти наверх и организовывать эвакуацию людей. Вот он побежал выводить сотрудников на крышу и на балкон, где чистый воздух и как-то можно дышать. Сильная задымленность. Нападавшие периодически просто добавляли из огнетушителей, бросали дымовые шашки. Вы видите, как сотрудники просто набрасывают одежду на органы дыхания. А это уже студия. Начало пожара. Это первый очаг возгорания. Нападавшие проникли туда извне, облили горючей смесью и подожгли. Для обороны от злоумышленников сотрудники использовали любые подручные материалы, средства. Это первый этаж, кабинет директора. Все так же сильная задымленность. Вот тут вы видите, как сотрудники студии пытаются своими силами организовать тушение первого очага возгорания. Изображение рядом. Это камера наблюдения возле центрального входа. Он все еще остается заблокированным. Вот это оператор телеканала Интер, Вадим Ревун, который пытался снимать. За ним гнались злоумышленники, но из-за дыма не обратили внимания, в каком кабинете он спрятался. Коридор первого этажа. Сотрудники отбиваются от нападавших огнетушителями. То есть реально в ход шло все, что было под рукой. Нападавшие активно используют газовые баллончики и огнетушители. Вот, как вы видите, сотрудник получил порцию газа из баллончика. Центральный вход все еще заблокирован. Вот сотрудники канала получили очередную порцию газа из баллончиков. Пытаются протереть глаза. Нападавшие рассредоточились по всему телеканалу. Это один из аварийных выходов. А это вестибюль, центральный холл. Вот здесь нападавшие собираются, поджигатели уже собираются вместе. Внизу кадра стойка охраны. Центральный вход. Вот эта камера снаружи. То есть группа прикрытия уже выстроилась. Вот сейчас вы видите, как выводят сотрудников студии из здания. Продолжается эвакуация. Вот их выталкивают. А в это время неизвестные обливают стойку охраны какой-то зажигательной жидкостью. Вы видите голую в кадре. Группа отвлечения внимания уже подожгли шины. Выстроились таким образом, обеспечивая отход группы поджигателей. Вот поджигатели собираются в холле. Активно используют огнетушители. Газовые баллончики. Выводят сотрудников студии. А в это время на балконе четвертого этажа и на крыше десятки людей заблокированы, зажаты пламенем, задымленностью. И уже не могут выбраться из здания. Вот, как вы видите, поджигают стойку охраны. Мгновенно вспыхивает. То есть ее достаточно сильно залили горючей жидкостью. Задымленность сильнейшая. Горит стойка охраны. Вот в кадре появляется оператор Вадим Ревун. В руках у него камера, на которой он снимал все происходящее. Вот момент нападения на него. Сейчас Вадима бросят на землю и заберут камеру. А вот это центральный выход. И можно видеть, как группа прикрытия обеспечивает отступление от ход группы поджигателей. Также я предлагаю посмотреть на ситуацию глазами сотрудников новостей телеканала «Интер». Сейчас вы видите те кадры, которые сотрудники снимали на свои мобильные телефоны в разных частях здания. А вот и наша полиция охраняет нас. Пожарного турнира на шестой ударе. Они, сука, спокойно расходятся. Они нормально расходятся. Ловите все! Товарищ полицейская, где же ваши коллеги? Я не за побежу, я тоже нахожусь с вами. Почему ваши коллеги защищались, пока вас не было, блядь? И вы душителями. Спускайте, задержите уродов. Или вы стояли за углом, наблюдали? Вот три человека стоит, а человек должен держать. Здесь только поджигалось все. Погодите, ребят, мне нужно вниз. Жар, пожар, не спустите. Мне надо вниз, не блядь, пожар. Зачекайте. Слушай, тихо ты, блядь. Слушай, тихо ты, блядь. Слушай, тихо ты, блядь. На третьем этаже люди! На третьем этаже люди! Расплатируйте боковые! Боковые, выводите людей оттуда! Отходите! Набери, я тебя не слышу! На третьем этаже люди! Отойдите, по-моему, на безопасное расстояние! Отойдите! Это нам для архива надо, понимаете? Мы ж где работаем. А потом предъявлять будем этим пи***цам, которые там внизу палили, блядь. И в дополнение я хочу сказать, что мы смогли снять информацию только с 22 камер наблюдения и с 36. Остальные, скорее всего, повреждены. Так кто же поджигатели? В официальных сводках они до сих пор значатся как неизвестные. Хотя в тот же злосчастный воскресный вечер глава МВД в эфире одного из каналов сделал громкое заявление, мол, люди не скрывают своих имен и лиц. Это военнослужащие 30-й бригады вооруженных сил, которые объединились в таком протесте, заявил Арсен Аваков. Но сегодня в бригаде опровергли слова министра. Особенно заяву пана Авакова, яку он выследовал в СМИ, он сказал фразу, что в поджоге каналу Интера причетны колишні бойцы 30-й бригады. И я вважаю, что такая заява самодискриминулась сегодня Збройной силой Украины. На сегодняшний час ни один бойец, который несет вооруженную службу или офицер, он не является причетным к этой событии, которая произошла последними днями с каналом Интер. Мы знаем, что 30-я бригада, она прошла героичный шлях от Саур-Могили в 2014 году. И там есть герои Украины, есть парни, которые погибли, остались дети. Это все кидает такую прямень. А на страничке 30-й бригады в Фейсбуке появилось заявление. Не только действующие, но и бывшие бойцы 30-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВСУ не имеют отношения к атаке на Интер и не принимают участие в политических играх. Сегодня большинство сотрудников офиса Интера на Дмитриевской полдня не могли попасть на свои рабочие места. А некоторые со вчерашнего дня оставались внутри помещения. Канал блокировали, а после обеда блокаду сняли благодаря действиям нацполиции, нацгвардии, широкому общественному резонансу и поддержке профессионального сообщества. Об этом идет речь в заявлении на сайте Интера. Кроме того, там говорится, цитирую, мы заявляем о недопустимости преследования по политическим мотивам со стороны Народного фронта и министра внутренних дел и связываем давление на канал со своей профессиональной деятельностью. Мы благодарны президенту, который поручил генпрокурору объективно расследовать террористическую атаку и поджог компании НИС. Всем зарубежным партнерам Украины, международным журналистским организациям, всем, кто осудил насилие и поддержал журналистов нашего канала. Требуем объективного, публичного расследования террористической атаки и поджога, совершенных в воскресенье блокирования главного телецентра Интермедиагрупп. Мы благодарим наших зрителей и всех, кто нас поддерживал и поддерживает. Конец цитаты. Жесткие заявления по поводу поджога нашего офиса все еще доносятся, как из Брюсселя, так и из Вашингтона. И везде призывают к независимому расследованию. Светлана Чернецкая продолжит. Евросоюз требует полного и независимого расследования нападения на Интер. Об этом сообщила спикер Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Майя Касьянчич. Она подчеркнула, свободные и независимые медиа необходимы в демократическом обществе. Также Касьянчич упомянула заявление ОБСЕ, в котором говорится, что насилие не может быть приемлемой реакцией при несогласии с позицией медиа. Мы призываем к полному и независимому расследованию. Заявление президента Порошенко, в котором он призывает генерального прокурора расследовать инцидент с телеканалом Интер, является необходимым шагом в этом направлении. Конечно, важно, чтобы предпринимались все необходимые меры по обеспечению безопасности медиа, включая уголовное наказание для тех, кто угрожает журналистам и СМИ и прибегает к насилию против них. Осудили поджог офиса телеканала и в авторитетной международной организации Freedom House. Там этот инцидент считают угрозой свободе прессы. Вице-президент Freedom House Роберт Херман заявил, ни украинские власти, ни общество не должны допускать атаки на медиа и журналистов. Формирование и сохранение по-настоящему свободной прессы требует защиты всех точек зрения, что протестующие, которые подожгли здание Интера, попросту проигнорировали. Напомню, нападение на офис Интера судили и в посольстве США в Украине. Любое физическое нападение на СМИ там назвали неприемлемым и заверили, что будут следить за ходом расследования поджога. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Готовы разобраться в ситуации вокруг нашего телеканала и в Верховной Раде, но пока только на словах. Я сегодня следила за работой парламентариев и могу сказать, что о готовности идет речь пока только в кулуарах. Как комментируют ситуацию нардепы и что намерены предпринять в профильном комитете? Посмотрите. Хулиганство, умышленное разрушение и повреждение имущества. Именно по этим статьям открыто уголовное производство по факту нападения на службу новостей Интера. Депутаты из комитета по свободе слова возмущены. Поджог одного офиса и блокирование работы второго над Дмитриевской. Это совсем другие статьи уголовного кодекса. Те, что происходит вокруг Интера, это грубые преступления криминального кодекса. Порушенные статьи не отвечают реальности злочину. Напад на национальные информационные системы, на мой взгляд, это теракт. Те, что сегодня происходит на Дмитриевской, это прямое преимущество журналистской деятельности. Я обурена тем, что по этой статье не внесено видомостей в ЕРДР еще позавчора, когда произошел этот напад. Это также говорит о опережении национальной полиции. Просто порушить криминальную справу за статью хулиганства может та человек, которая абсолютно очевидно не хочет, чтобы эти люди были покараны. У Арсена Авакова очень большой конфликт интересов расследовать эту справу. Адже он является частью Народного фронта, обвиняющего многими политиками в направлении рейдерского захлопления телеканала Интер. Меня беспокоит. Это международная оценка данных событий. Они всегда реагируют на ущемление свободы слова, на дискриминацию по национальному признаку, по этническим меньшинствам. Комитет Верховной Ради по свободе слова должен дать оценку, насколько это вообще европейская практика, когда журналистам не дают работать. Завтра в повестке Дня комитета по свободе слова стоит вопрос об использовании украинских СМИ-агрессорам в условиях гибридной войны. О событиях вокруг телеканала ни слова. Но глава комитета обещает, говорить будут. Пригласили на заседание и силовиков. Мы рассмотрим, естественно, это вопрос и попросим все соответствующие органы проследовать о расследовании. Я написала вчера, что мы должны иметь четкие ответы, кто это делал, почему и почему так стало. Это тест значительно для всех правоохоронных органов, уметь как ответ дать, так и винных крат. У меня есть большие суммы, пока что, что комитет адекватно отреагирует. Потому что зацикавленными особами в тиску на «Интер» есть, в частности, представители Народного фронта. Головой комитета есть представители Народного фронта. На жаль, на данный момент комитет свободы слова информационной политики включенный не на защиту свободы слова, не на защиту журналистов телеканала «Интер». Прессу тоже приглашают на заседание. Состоится оно завтра в 14.30. Екатерина Лысенко, Вадим Сферидонов, Василий Миновщиков. Подробности. Телеканал «Интер». Независимый медиас профсоюз Украины возмущен и осуждает нападение на компанию «Национальные информационные системы», которая производит новости для телеканала «Интер». В своем заявлении организация требует от полиции оперативно и объективно расследовать дело, а от ГПУ обеспечить надлежащий надзор за ходом следствия. Комитет медиапрофсоюза убежден, ответственность за нападение, цитирую, на правоохранительных органах и СБУ, которые не смогли предупредить преступление и обеспечить охрану общественного порядка. Конец цитаты. Точку в этой истории должна поставить власть, считают в организации, иначе это подвергает опасности работников телеканала и создает крайне опасный прецедент, связанный с безопасностью, правом на защиту всех украинских СМИ. Резко осудили поджог новостной редакции «Интера» и в Национальном союзе журналистов Украины. Но вернемся к Верховной Раде. Помимо кулуарного обсуждения темы «Интера», на РДП сегодня праздновали и слушали главу государства. Президент приехал в здание под куполом по случаю открытия пятой сессии. Приехал дать наставление и расставить акценты. Традиционный праздничный гимн открывают пятую сессию Верховной Рады. 367 депутатов зарегистрированы. Кто успевает, до обращения президента делится воспоминаниями об отдыхе и планами на будущее. Первым поздравить парламентарию выходит спикер с короткой речью, а дальше перед нардепами выступает президент. Державная самостойность дала демократию и свободу. Почувствие гражданской гидности и национальной гидности. Научила защищаться и открыла европейскую перспективу для нашей державы. И это главное наше завдание. Для достижения такой амбитной меты нам потребны три складовых. Мир, безопасность и реформа. При этом президент призвал покончить с фантазиями о мире без территории. Порошенко против мобилизации. Но будет ли она, зависит от стороны агрессора. Со своей стороны Украина будет придерживаться минских соглашений, как бы сложно это ни было. После президент переходит к внутренним реформам. При этом глава государства призвал не делить структуры на новые и старые. И ждет мгновенной реакции руководства полиции на скандалы последних недель. Говорил Порошенко и о бюджете, и о тарифах, а в итоге попросил нардепов не спорить по мелочам. Порошенко говорил почти час, а после спикер не планово объявил о перерыве. А депутаты в перерыве шифровали послание президента. Что самое нужно делать в экономике, как выходить из экономической кризи, что безусловно нужно делать с стандартами НАТО, а не просто заявки про вступ в НАТО. Вот именно этого, возможно, не足ало. Я почувствовал для себя, прежде всего, план действий, как для депутата, что сегодня президент означает, что самое главное – социальное и экономическое взрослание страны. Колький бюджет развития. К тому времени в зал вернулись почти все. И все по традиции, со своими требованиями. Мы будем разместить нашу страну в войне с внешним врагом и битьемся с российской агентурой в середине страны, в том числе и в этой сессийной зале. У ответ на критику влады выполняется тиск на ополиционных депутатов, чтобы залякать и уничтожить другую точку зрения. Все это зависит выполнению основной функции парламента, законодательного обеспечения государственного развития, контроля за действиями влады и подозрения кризовых явлений в экономике. У нас нет времени для политической борьбы и нарушения собственных рейтингов. Наша общая ответственность перед украинским народом уже сейчас закласти подвалиними экономического взрослания. Украинские граждане хотят свободы и прогнозированные перспективы. А вот будет ли политическая борьба – еще вопрос. Сейчас я надеюсь, что часть депутатов, которые не ходили, которые не голосовали, которые отслеживали только свои личные интересы, провела работу над ошибками и понимают, что есть два варианта. Либо парламент работает качественно и принимает нужные стране законы, либо такой парламент стране не нужен. Провели ли работу над ошибками нардепы и сколько будет результативных голосований, покажут в ближайшую неделю, когда одной из главных тем будет бюджет 2017. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Вадим Сверидонов, Василий Миновщиков. Подробности – телеканал Интер. Своего рода тестом на готовность власти дать бой коррупции могут стать факты, обнародованные сегодня нардепом Сергеем Каплиным. В парламенте он продемонстрировал копию подозрения в совершении преступления экс-премьером Арсением Яценюком. По словам Каплина, документ ему передали сотрудники силовых структур на правах анонимности. Документом этим, говорит Каплин, располагает и генпрокуратура, и детективы НАБУ, но утверждает, дело умышленно спускали на тормозах. О нарушении там на миллиарды гривен и минимум на 15 лет тюрьмы. Арсений Яценюк, будучи премьер-міністром Украины, подписал абсолютно протизаконные решения Кабинета Министров Украины. И тот газ, который предназначался для вас, простые пересечные украинцы, я обратюсь к вам, к миллионам властников домогосподарств, отправили в сховище, а вам продали импортный дорогий газ за высокую рынковую цену. Потом тот газ, который был темчасово захоронен от вас, украинские народы, был продан украинским олигархам. Отримано откаты, отримано надприбутки. Таким образом, было разкрадено мафиозным спрутом Яценюка близко 30 миллиардов гривен. Судью Чауса лишили неприкосновенности. Это единственное постановление, за которое сегодня проголосовали депутаты. 281 и 270 голосов, соответственно, на РДПО отдали за то, чтобы задержать и арестовать судью Днепровского райсуда Киева. Еще перед заседанием профильный комитет дал добро на его арест, а в Верховной Раде представление поддержал глава Верховного Суда Ярослав Романюк. Хотя в специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили. Чаус уже в Крыму. Члени семьи и сотрудники, коллеги по работе не могут вказать, где он находится, объясняю, что им про это не понятно. Контактные телефоны судья Чауса отключены. Парадоксальная ситуация, потому что Крым – это Украина. И формально мы не можем его огласить в международный расшук, если уже будет подтверждено, что он в Крыму. И если мы такие спробуем сделать, тогда мы формально вызнаем юрисдикцию агрессора на территории нашей страны. И тут нужно сейчас искать шляхи выречения. Скандальный судья Чаус погорел на взятки в 150 тысяч долларов еще в начале августа. Также при обыске его дома детективу нашли стеклянные банки, в которых служитель Фемиды консервировал взятки. Но из-за судейского иммунитета сотрудники прокуратуры не могли его задержать. Дело торнадо. Суд продолжается. На прошлом заседании допросили последних потерпевших. Сегодня перешли к следующему этапу показаниям свидетелей. Подробнее о происходящем в Оболомском суде. Ольга Теребинская. Очередное закрытое заседание по делу торнадоцев прошло спокойно. Под зданием суда ни одного активиста, только правоохранители и журналисты. В зале все 12 подозреваемых. По словам прокурора, еще на прошлой неделе суд решил, допрашивать свидетелей будут по мере их приезда. Сегодня на заседании два человека от защиты. На данный момент мы допытали двух свидетелей со стороны защиты. Они надали загально характеризующую информацию. Как проходили службу, как выполнили наказы Нищенко-Руслана. Кто отдавал наказы, как проходила загальная служба, как она организовывалась. То есть, данные люди не были свидетелями тех криминальных порушений, в которых 12 человек виноват. Защита уверяет, эти свидетели ключевые в деле. И их показания очень важны. Оба свидетеля четко подтвердили, что они находились абсолютно в разных группах. Вот все люди, да, вот как в взводах, назовем это так, в разных взводах. Они проживали в четырех разных местах по месту дислокации. Что же это за преступная группа такая, которая живет в разных местах, которая в разных группах. Я считаю, это вообще ключевые свидетели. Напомню, командира спецроты МВД «Торнадо» Руслана Анищенко и еще 11 бойцов обвиняют в ряде тяжких преступлений. В том числе создание ПГ, похищение людей, пытках и изнасилование неестественным способом. Один из обвиняемых, Юрий Шевченко, признал свою вину и суд отпустил его под домашний арест. Следующее заседание состоится завтра. Допросят еще четверых свидетелей. В этот раз со стороны обвинения. Ольга Теребинская, Валентин Белич, подробности, телеканал «Интер». 1150 экземпляров наградного оружия в подарок. И это только в каденцию Авакова. В этом списке не только пистолеты, но и пистолеты-пулеметы, и даже штурмовые винтовки. Для сравнения, с 2010 по 2014 годы министерство наградило только 287 человек. Коллеги одного из интернет-изданий провели расследование, и оказалось, что в министерстве не хотят говорить, кому именно подарили оружие. Известно только, что среди счастливчиков много народных депутатов. На Донецком направлении за последние сутки боевики 13 раз обстреляли украинские позиции. Тяжелого вооружения не применяли, но пытались спровоцировать наших военных на ответный огонь. О ситуации в районе оккупированной Горловки. Ярослав Кречко. Такой тишины в Зайцево украинские военные не помнят уже давно. Если не считать одиночных выстрелов из гранатометов и пулеметных очередей, то в принципе боевики режим тишины более-менее соблюдают. Эта тишина, говорят военные, ухо и режет. Тем более вражеская граната прилететь может в любое время. Те ночи, раз у час там лох пролетал рядом с нашим оппозицией, то сегодня мы именно засекали как будто по часам у них каждые полчаса. Таким образом боевики пытаются вызвать ответный огонь, а потом обвинить украинских военных в срыве режима тишины. Но солдаты не отвечают, только наблюдают, как противник еще и активно окапывается и строит инженерные сооружения. Воронки от вражеских запрещенных Минском снарядов и десятки украинских тубосов от разрешенных гранатометов говорят сами за себя. До сентября здесь было по несколько боев за сутки. Вакула один из многих добровольцев-контрактников в 43-м батальоне. Выбор бойца с казацким чубом вдохновил и его сына. Он сейчас также на переднем крае обороны, только в Луганской области. Мы Сегрина, а казацкий край, как-то так. Наши прадеды были, как нам. Но с колями только так, они по-доброму не понимают. И поскольку режим тишины для этих бойцов здесь уже не впервые, к любым провокациям боевиков военные готовы. Ярослав Кречко, Юрий Романюк и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Договоренность о возобновлении нормандского формата – один из главных итогов саммита Большой Двадцатки. Напомню, до встречи в Китае российская сторона настаивала, формат утратил смысл. Ситуация изменилась после переговоров Путина с Мерфель и Оландом. Французский президент анонсировал проведение новых переговоров в нормандском формате уже в ближайшие недели. О ходе саммита и протокольных неувязках в сюжете Дмитрий Анопченко. С чем не сложилось на этом саммите, так это с протоколом. То ли звезды не так сошлись, то ли, в чем уверена американская пресса, Китай и действительно решил ненавязчиво намекнуть, кто хозяйничает на встрече. Но в итоге Бараку Абами не подали трап с красной дорожкой к борту номер один. Ему пришлось спускаться на взлетку без помпы из запасного выхода. Потом его пресс-пул оттеснили. Не дав снять этот момент. «Это наша пресса!» – кричала сотрудница Белого дома. «Это наша страна!» – на повышенных тонах объясняли ей китайцы. Эпизод дал старт целой серии конфузов. То президент Филиппин в сердцах назвал Абаму сукиным сыном. Тот в ответ обиделся и отказался встречаться. Филиппинец теперь извиняется. То Жан-Клод Юнкер вместо положенного по правилам рукопожатия полез целоваться с президентом Китая. А Тереза Мэй так наоборот. На встрече с Путиным не пожала ему руку. Но все эти неурядицы на общий тон саммита в принципе не повлияли. Разве что интереса к нему добавили. Главы государства, отправляясь в Китай, планировали говорить о разном. Кто об экономике, кто об экологии. Но была и одна тема общая для них всех – мигранты. В Брюсселе уверены – Большая двадцатка должна разделить эту ношу с Евросоюзом. И именно в Китае такие предложения прозвучали. Хотя говорить об этом кризисе и не планировали, составляя повестку дня. Только за прошлый год в ЕС прибыли миллион восемьсот тысяч мигрантов. И это официальные данные евростатистики. В реальности число намного больше. Вот Брюссель и ищет план «Б». Дональд Туск в Китае прямо заявил – двадцатке нужно брать на себя больше ответственности. О какой именно ответственности речь, тоже понятно. Хотят, чтобы финансовую ношу несла не только Европа. Слишком уж непосильной она оказалась. Участники саммита предпочитали отмалчиваться. Открыто Туск поддержала только Турция. Но в итоге Брюссель все-таки дожал. В заключительном коммунике главы государств взяли на себя обязательства. И усилить помощь беженцам, и помогать настолько, насколько можно в их расселении. И с точки зрения американской прессы это, если и не главный, то очень ощутимый результат встречи мировых лидеров. Из Вашингтона Дмитрий Анопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. По ростовскому счету, госслужба финмониторинга определила, во сколько стране обошелся беглый президент. Не дня без взятки, как киевские госисполнители погорели на арестованных земельных наделах. 200 миллиардов гривен. Именно в такую сумму стране обошелся беглый президент и его ближайшее окружение. Об этом сегодня сообщила госслужба финансового мониторинга. В общей сложности по итогам расследования в правоохранительные органы направили почти полсотни материалов, в которых фигурируют соратники Януковича. Часть обнаруженных денег уже заблокирована на счетах физических и юридических лиц, говорится в заявлении. Экс-депутат Владимир Медяник остается под арестом до 4 октября. Такое решение вынес сегодня апелляционный суд Киева, отклонив ходатайство адвокатов, которые просили изменить меру пресечения подзащитному на домашний арест. Напомню, экс-регионала Владимира Медяника задержали в начале августа в ходе расследования уголовного производства его коллеги Александра Ефремова. Медяника подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Якобы он один из тех, кто организовал деятельность террористической организации ЛНР. Сам Владимир Медяник свою вину не признает и утверждает, дело сфальсифицировано. Да, действительно, я участвовал в переговорном процессе, который сам организовал Луганский. Он проходил у меня в офисе. Я в нем также участвовал, как участвовал председатель РНБО, председатель СБУ Украины. Мы, депутаты Верховной Рады, напрямую связи с нами были, председатель Верховной Рады, с одной стороны, с другой стороны были люди, захватившие СБУ. Но у нас, к сожалению, переговорщиков на сегодняшний день начали сажать. После затримания Ефремова, Медяник вживает заходы для того, чтобы выехать в автономную республику Крым. Чтобы все, кто подозревается в действительности криминальных правопорушений, предназначенных ст. 110 и ст. 258 с позначкой 3, не могут быть использованы запобедные заходы и другие, кроме держания под вартою. Вместо одноруких бандитов обычные компьютеры. Незаконный игорный бизнес никуда не делся, а просто перепрофилировался. В Прикарпатии борьбу с подпольными казино развернули местные активисты. Почему они и что делает полиция, узнавали наши корреспонденты. Поселок Богородчаны. Практически в самом его центре обычное, на первый взгляд, интернет-кафе. В полутемном зале на столах компьютеры. Сразу не придерешься. Чем занимаются здесь гости, выясняют активисты. Вот двое заходят в помещение, платят деньги и занимают компьютер. Зафиксировав все на камеру и диктофон, ребята вызвали полицию. Патрульные приехали, но разбираться, по словам активистов, не спешили. Зашевелились только после звонка начальнику областной полиции. В итоге правоохранители изъяли системные блоки, а заведение якобы закрыли. Но вот надолго ли? В области нелегально работает более 160 таких залов. Большинство под крышей полиции, говорят активисты. Цей игральный зал, который мы видим, он належит к колесному представительству полиции. Точнее, к колесному представительству Беркуту. А он находится в родственных отношениях с одним из родников, особенно Шкутова. Вот и ответ на вопрос, почему затянулись следственные действия, и почему вот так и происходит. Совпадение или нет, но несколько дней назад у одного из активистов сгорела машина. Иван Демьяник считает, это не случайно. Получить комментарий правоохранителей по этому поводу нам не удалось. Что-либо говорить, они отказались. Зато на сайте областной полиции появилась вот такая информация. Полицейские уже отчитались, что именно они закрыли нелегальное горное заведение в Богородчанах. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновий, Автонас, подробности, телеканал Интер. Не дня без взятки. В Харьковской области погорел майор полиции. Как сообщили в прокуратуре, задержанная женщина-инспектор одного из районных отделений. Она получила 12 тысяч гривен за выдачу разрешения на ношение травматического оружия. Инспектор задержан на трое суток. Дальнейшую меру пресечения ей определит суд. Инспектору полиции грозит до 10 лет тюрьмы, а в прокуратуре сообщили, что эта сотрудница полиции уже подозревалась в вымогательстве. В первом случае она также взяла 12 тысяч гривен за аналогичный дозвол. Скажем так, выдача дозволов на носение оружия у этой инспекторки, скорее всего, было поставлено на потек. Не обошлось без задержанных и в столице. Сегодня здесь погорели сразу двое сотрудников государственной исполнительной службы. За снятие ареста земельных участков они требовали от бизнесмена 140 тысяч гривен. Оба взяточника сейчас находятся в СИЗО. Исторический центр Львова душат новостройками. Жители против. Акции протеста чуть ли не каждый день. А вот мэрия все так же исправно выдает все новые и новые разрешения на застройку. Сегодня акцию провели уже под горсоветом. Подробнее Галина Якушко. Сегодня на площади рынок вместо туристов активисты вышли на митинг против незаконных застроек. Прямо перед мэрией огородили лентами участок и заявили. Это стройплощадка. И они вот уже сейчас начинают строительство многоэтажки, да еще и с паркингом. Почему бы и нет, ведь мэр Львова Андрей Садовый разрешает строить в Львове, где попало. Вот, например, одна из скандальных стройплощадок. Тихая улочка в самом центре города. Рядом старые исторические дома. Строя идет буквально в нескольких метрах. Это буферная зона ЮНЕСКО. Фактически межует с зоной ЮНЕСКО. Это строительство. Другая это исторический аре. Третий это внутреннее, фактически подверье, будинки, в середине которого хочется сбудовать самоповерховый торгово-развязальный центр. В мэрии оправдываются, этот земельный участок уже вернули городу. Но что теперь будут делать с уродливым недостроем, пока не ясно. Есть разорванный договор о ренде земельной отделки. И станом на сегодня есть объект незавершенного строительства, который находится у властности забудовника. А вот застройщик утверждает противоположное. Договор с мэрией никто не отменял. Он просто закончился. Договор о ренде у нас закончился. Почему-то в Минской Раде им было желание в судовом порядке резервовать, хотя он уже закончился. От Минской Рады я ни одного не вижу. И таких незаконных застроек в городе десятки. Вот еще одна в Шевченковском районе Львова. Прямо возле строительной техники играют воспитанники соседнего детсада. Но это застройщиков не останавливает. Они начали возводить 14-этажную высотку. Во Львовской мэрии против ничего не имели. Они получили местобудивные умы и ограничения в департаменте местобудования Львовской Минской Рады. Все отступы нормативные были дотриманы. Так или иначе, жители города, возмущенные застройками, останавливаться не собираются. У них уже есть опыт борьбы с высотками. Жители улиц Варшавская и Соснова рассказали, что даже под строительную технику ложились, чтобы отвоевать школьный двор. Каким образом чиновники выдают разрешение, минуя согласование с общественностью, мы хотели узнать у мэра Садового. Не удалось. К митингующим он так и не вышел. Минский рад, минский голод не захотел нас не почувствовать. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов. Лондонский аэропорт Сити сегодня замер на 6 часов. Взлетную полосу оккупировали активисты. Чего добивались и чем закончилась акция, узнаете из нашего обзора. Люди в наручниках сковали небо в лондонском аэропорту Сити. Руководство отменило все рейсы из-за акции протеста. Девять активистов движения Black Lives Matter прорвались на взлетную полосу и сковали себя наручниками, требуя равных прав для белого и черного населения. Полиция арестовала всех участников. Акция на 6 часов парализовала работу аэропорта. Британские военные на Темзе испытали беспилотную лодку. Футуристичное судно развивает скорость до 100 км в час. Длина лодки 10 метров, вес около 2 тонн. Она предназначена для разведки и антитеррористических операций. Установка оружия на борту не предусмотрена. Ведущего инженера Apple не взяли на работу консультантом в магазин Apple. Джей Кей Шейнберг после выхода на пенсию решил поработать еще. Прошел все собеседования, но ему так и не позвонили. Инженер отдал компании 20 лет. Именно он перевел Mac на платформу Intel и создал современный дизайн компьютеров Apple. Принц Гарри оплатил билеты на Паралимпиаду для малоимущих бразильских детей. Представитель британских монархов пожертвовал крупную сумму в специальный фонд, который собирает деньги для этой цели. Сколько именно отдал Гарри в организации не уточняют. Сейчас на счету компании более 50 тысяч долларов, но необходимо 300. Папа римский Франциск пожал лапу собаке-спасателю. В Ватикане понтифик встретился с волонтерами и черным лабрадором Лео, который спас девочку после землетрясения в Италии. Во время поисковой операции в городе Пискара пес учил запах и позвал людей. Те извлеклись живым четырехлетнего ребенка. Редкостного белого детеныша кита удалось заснять беспилотнику у западного побережья Австралии. Малыша с матерью наблюдали исследователи из университета Мердока. Они задействовали целый арсенал технологических приспособлений. Благодаря этому удалось наблюдать за перемещением животных и их привычками. Следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua. О прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Индере. Субтитры создавал DimaTorzok